Советы директоров презентовали промышленную карту района. На ней отобразят все предприятия Солнечногория, вид выпускаемой продукции и контактную информацию. Карта будет готова через два месяца. Для более эффективного управления территорией, я абсолютно убежден, нужно территорию очень хорошо знать. Для того, чтобы хорошо знать, надо обладать информацией. Кроме того, руководителям напомнили порядок возмещения суммы налога на добавленную стоимость. Если у организации по итогам прошедшего квартала сумма налоговых вычетов превышает общую сумму налога, исчисленную по облагаемым НДС операциям, полученная разница подлежит возмещению налогоплательщика. На заседании обсуждали и такой немаловажный вопрос, как прием на работу иностранных граждан. Иностранный гражданин имеет право осуществлять трудовую деятельность только в том случае, если он достиг возраста 18 лет при наличии разрешения на работу. Указанный порядок не распространяется на граждан, имеющих разрешение на временное проживание, вид на жительство, статус беженца или свидетельство о предоставлении временного убежища. Также разрешение на работу не требуется гражданам Беларуси и гражданам Казахстана. Затронули и вопрос присвоения звания ветеран труда. Для того, чтобы получить такой статус, необходимо иметь трудовой стаж женщинам 20, мужчинам 25 лет и обладать наградами федерального уровня. В этом году ежемесячные денежные выплаты составляют 152 рубля. Каждый ветеран получает ежемесячную денежную компенсацию по оплате жилого помещения и коммунальных услуг. Это кто проживает прописан в квартире. Если люди прописаны в частном секторе, то это компенсации, как правило, электричество, газ. Если там вода, то это за эти услуги. Если ветеран труда является абонентом телефона, то он получает 220 рублей. Кроме того, ветераны труда имеют право на льготный проезд в автомобильном и железнодорожном транспорте. На встречу обсудили и другие вопросы. Кристина Верхотина, Евгений Корнилов, Солнечногорское телевидение, информационная программа «Наше время». Кристина Верхотина, Евгений Корнилов, Солнечногорское телевидение, информационная программа «Наше время».